Слово об апостоле Петре и пророке Илье. Немного сегодня присутствующих с нами. Какая причина этому? Мы совершаем память мучеников, а никто не пришел к нам. Неотдаленность ли пути была причиной их нерадения? Но скорее неотдаленность пути о нерадении им воспрепятствовала. И как для ревностного и бодрого воли человека ничто не может служить помехою, так нерадивому и ленивому все может помешать. Мученики пролили свою кровь за истину, а ты не хочешь перенести краткого пути? Они положили голову свою за Христа, а ты не желаешь даже выйти за город для владыки? Владыка умер за тебя, а ты оказываешь нерадение к нему. Ныне память мучеников, а ты предаешься лености и беспечности. Тебе надлежало прийти и посмотреть, как дьявол одолевается. Мученик побеждает, Бог прославляется и церковь увенчивается. Но вот их предлог. Я грешен, говорят они, не могу прийти. Да потому именно и приди, что ты грешен, дабы тебе не лишиться праведности. Кто из людей без греха, скажи мне? Но для того и существует жертва и церковь, для того молитва и посты, что есть много ран душевных. Поэтому и найдено много врачебных средств против них. И против каждой раны душевной приготовлено соответственное врачевство. Ты имеешь церковь, приносящую жертвы. Молитва отцов, помощь Святого Духа, службы в память мучеников, сон святых и многое такое, что может воззвать тебя от греха к праведности, но ты не прибег к молитве мучеников. Какое же у тебя извинение? Никакого несчастья нет у тебя. И однако ты нашел препятствие к тому, чтобы показать единомыслие с нами по отношению к мученикам. Не житейские ли заботы удержали тебя? В этом еще больше вины. Малого часа ты не уделил Богу, чтобы потом пользоваться целым днем. Я грешник, скажешь, и не могу сделать этого, но потому и приди, что ты грешник. Или ты не знаешь, что и сами предстоящие перед жертвенником подвержены грехам, так как и они обличены плотью и сопричастны крови и составлены из костей, что и мы сами, которые сидим на седалище и учим, подвержены грехам, хотя и не отчаиваемся в человеколюбии Божьем и не приписываем ему бесчеловечие, так как все мы люди, составленные из одного и того же. И однако мы не перестаем учить, взирая на бездну человеколюбия Божия. Вы, согрешившие, даже не столь виновны, если приходите сюда, потому что вы учитесь. А мы, чем больше имеем преимущество по сану, тем большему подлежим обвинению. Иное дело грешить учащемуся, а иное учащему. И однако мы не отказываемся от этого, чтобы под предлогом смирения не предать собеспечности. И это произошло по распоряжению Божию, что и сами священники подвержены грехам. А как это? Послушай. Если бы сами учители и священники не грешили и не были причастны страстям житейским, то они были бы бесчеловечны и немилосердны в отношении к другим. Посему Бог устроил, что и сами священники, и начальники бывают рабами страстей, дабы в том, чем сами страждут, они оказывались в нисхождении другим. И всегда, не только ныне, но и в древности Бог устроял так, что тем, которым он благоволил верять в церковь и народ, он попускал подвергаться грехам, дабы они от своих падений делались человеколюбивыми к другим. И если бы сами они не грешили, то не стали бы оказывать никакого снисхождения к грешникам, но, сделавшись бесчеловечными, всех стали бы отлучать от церкви. А что это действительно так, я говорю это не по догадке, постараюсь объяснить наглядным примером. Петр, Петру имели быть верены ключи неба, и имело быть верено множество народа. Что говорит им Господь? Что свяжешь на земле, будет связано на небесах, и что разрешишь на земле, будет разрешено на небесах. Петр был иногда слишком строг, а если бы он был безгрешным, то какое снисхождение могли бы получить от него, получаемое им? Поэтому божественная благодать попустила ему в пасть и в грех, дабы в том, чем сам он страдал, он был снисходителем к другим. И посмотри, кому он попускает в пасть и в грех. Этому Петру, верховному из апостолов, непоколебимому основанию, несокрушимому камню, первому в церкви, необуреваемой пристани, непоколебимому столпу. Тот самый Петр, который говорил Христу, «Если и умереть с тобою надлежало бы, не отвергнусь от тебя, Петр, который по божественному откровению исповедал истину, ты Христос, Сын Бога Живого, в ту ночь, которой был предан Христос, когда вошел и встал у костра, чтобы греться, и когда повествует ангелист, приступила к нему одна из служанок, говоря, «И ты вчера был с этим человеком!» Это Петр отвечал, «Не знаю человека всего!» Недавно ты говорил, что «Если бы надлежало мне умереть с тобой, а теперь отрицаешься и говоришь, не знаю человека!» О, Петр, это ли обещал ты? Еще не видел ты ни пыток, ни бичей, а только услышал слова ничтожной рабыни и прибег к отрицанию. Ты, Петр, отрицаешься? Еще не было ни мучений, ни бичей, ни ударов, ни ярости, ни владык, ни изощренных мечей, ни изданных постановлений, ни угрожающих царей, ни приближающейся смерти, ни темниц, ни пропасти, ни моря, ничего подобного. И ты отрекся, не зная человека. Опять рабыня говорит ему, «И ты вчера был с этим человеком!» Он отвечал ей, «Не знаю этого человека, о котором ты говоришь!» Кто же тот, что говорит тебе, отрекись? Не из важных кто-нибудь, а женщина, притом привратница, отверженная, пленница, не заслуживающая никакого внимания. Она говорит, «Отрекись!» О, необычайные дела! Рабыня заставила отречься Петра. Блудница, подошедшая к Петру, смутила его веру. Петр, этот столб, не выдержал угрозы рабыне. Но, как только она сказала, этот столб поколебался, и эта свердыня потряслась. «Кого видишь ты, Петр, что отрицаешься? Ничтожную рабу и презренную привратницу! Ее видишь, отрицаешься!» «Еще третий раз», — сказал ему, «И ты вчера был с этим человеком!» «Он же отрекся в третий раз!» Наконец Иисус взглянул, напомнил ему сказанное, и он, уразумею, начал плакать и каяться во грехе. Так человеколюбивый Господь попустил ему впасть в грех, зная, что он как человек подвергался человеческому. Но, как я выше сказал, это устроено было потому, что ему имело быть верено множество народа, чтобы он, оставаясь строгим и безгрешным, не был немилосердств своим братьям. Он впал в грех, что, помышляя о собственном прегрешении и прощении владыки, оказывал другим милость, человеколюбие по божественному строению, согласно с волей Божией. Таким образом, попущено было согрешить тому, кому имела быть верена церковь, столпу, церкве и пристанище веры. Петру, учителю вселенной, попущено было согрешить, чтобы это попущение послужило поводом человеколюбия к другим. Вот для чего я сказал это? Для объяснения того, что и мы, священники, сидящие на седалище, и поучающие, связаны грехами. Потому и не верено священству ни ангелу, ни архангелу, так как они безгрешны, дабы по строгости они внезапно не поражали молнией грешников из народа. Но человеку, рожденному от человека, верено это седалище, и он сам подвержен похоти и греху, чтобы, встретив какого-нибудь грешника, он вследствие собственных прегрешений был более человеколюбивым к этому грешнику. Подлинно. Если бы священником был ангел, то он, встретив какого-нибудь пролюбодея, тотчас умертвил бы его, не будучи сам причастен к такой страсти. Поэтому, если бы ангел получил власть священства, то он не учил бы, но тотчас умертвил бы, так как, не будучи сам таковым, он воспоминялся бы гневом против такого человека. Но потому она вверена человеку, чтобы он, сознавая свои прегрешения и имея опыт, был снисходителен грешникам и не раздражался гневом, и чтобы церковь не скудела через такой образ действий. 776 Но что я ограничиваюсь с Петром, излагая этот предмет, и ни одним словом не делаю перехода к другому лицу? Представим же теперь другого именно. Илью, пророка, земного ангела и небесного человека, ходившего по земле и управлявшего небесной колесницей, бывшего ростом в три локтя и достигавшего до великой высоты, поднявшегося до самых сводов небесных, повелителя вод, которого язык был хранилищем вод и ключом небес. Он был и беден, и богат, и простец, и мудрец. Беден, потому что ничего не приобретал. Богат, потому что в устах своих содержал дождевые облака. И он был так строг грешникам, что некогда молился, чтобы Бог не давал дождя. И что он говорит? 3 Царь 17, 1 Жив Господь, Бог Израилев, перед которым я стою, сие годы не будет ни росы, ни дождя, разве только по слову моему. Что делаешь ты, Илья? Что ты объявляешь? Помолись же, Владыки, таким образом исполни слова. Жив Господь, что будет дождь, только по словам моим. Где и репики, которые рассуждают о том, что Сын Божий молится? Несчастные, жалкие и бесстыдные. Вот Илья определяет, а Сын молится. Раб повелевает, а Владыка просит. Неужели ты не уделишь ему такой же чести, как Илье? Неужели не хочешь даровать Владыке такого же достоинства, как рабу? Илья не молится и не просит, а изрек слово истины и заключил небо. Молись же прежде ты, Илья. Но что же, Илья? Зная, говорит он, что Владыка мой послушает меня, потому что я делаю это по ревности. О, необычайные и дивные дела! Видишь ли, Господа побеждаемого благоизволением раба. Илья сделал это по великой ревности. Он видел много непристойных дел, видел блуд, царящий вместе с великим нечестием. Ночь обнимала всю вселенную. Густейшее облако покрывало все. Все погрязали возле. Было всеобщее кораблекрушение. Не от воды, а от распутства. Целомудрие изгонялось, а разврат торжествовал. Добродетель преследовалась, а порог процветал. Холмы, горы, покрытые лесом, долины. Пути, водохранилища и воздуха сквернялись. Солнце помрачалось от дыма, земля делала нас нечистой, небо унижалось. Все твари страдали от идолослужения. Все блуждали, как во мраке, не вникая в существо тварей. Видели камень и поклонялись ему, как Богу. Видели дерево и также почитали его за Бога. Густейший мрак объял людей. Видели Творца и поклонялись тварям. Один только Илья обладал светильником добродетели, возвышаясь любомудрием, как бы сидя на вершине горы и упражняясь в нем. Он один имел светильник благочестия, хотя свет его никому не приносил пользы. Потому что люди находились в бесчувственном состоянии и предавались идолослужению. Поэтому Илья выходил из себя, терзался, сетовал, говорил речи, но никто не слушал. Он увещевал, но никто не переставал. Наконец, побуждаемый ревностью, он хочет привлечь их и вразумить, чтобы, хотя истощаемые голодом, они обратились с молитвой к Создателю, чтобы голод сделался для них побуждением к благочестию. «Ничто не может вразумить их», — говорил он, — «кроме голода». Таким только образом, стесняемые со всех сторон, они прибегнут к Творцу всех. Итак, что же Илья? «Жив, — говорит Господь, — не будет дождя, — только по слову уст моих». Произнесено было слово пророка, и тотчас воздух изменился. Небо стало медным, не природу свою изменяя, но будучи задержанно в своей деятельности. Стихии тотчас преобразовались, слово пророка пало, как огонь, в недра земли. И вдруг все начало засыхать, все пустеть, все исчезать. Тотчас увидели, как травы начали сохнуть, растения и дерева подоносные и бесплодные, находившиеся как на полях, так и при море. Все сохло, всякого возраста одушевленные твари погибали. И был плач детей, рыдание матерей и великое отчаяние. Произнесено было одно слово пророка, и посмотри, сколько оно сделало. Таким образом, все умирало. Дикие звери, скот, дети, взрослые, животные и все птицы. Было всеобщее кораблекрушение, и бедствие объяло вдруг всю землю. Никто не мог спастись, но все умирали от засухи. Высыхали растения, источники, реки, озера. И все вообще погибало. Всеобщее кораблекрушение объяло всю землю, но не от воды, а от засухи. Небо сперва было связано, наконец, совсем заключено, и совершенно изменило свойства свои. Итак, все умирало и погибало от гнева, не сшедшего свыше. А Илья не заботился ни о чем, потому что он был переполнен ревностью. Тогда погибал всякий и незрелый возраст. Что же делаешь ты, Илья? Пусть согрешили юноши, зачем же наказываются дети? Пусть согрешили люди, зачем же вместе с ними умирает животное? Уже ли ты в такое облегся, милосердие? Ты не заботишься ни о ком из людей, ты не имеешь ни жены, ни детей. Ты не обращаешь внимания на погибающих. Что же ему Бог? Пойди отсюда и обратись на восток. И скройся у потока Харафа, что против Иордана. Из этого потока ты будешь пить, а воронам я повелел кормить тебя там. Опять я с удовольствием стал бы говорить с Иудеем, вызвав его на средину, чтобы показать ему, что закон уничтожал писанное в законе. И сам себе не заключал ни постоянства, ни праведности, так как он был не истиной, а тенью. Там была тень, а здесь истина. Там прообраз, а здесь самое дело. Илья, которого ты почитаешь, которого пришествия ты ожидаешь, о котором много ты говоришь, которого ты называешь пророком, как он принимал пищу от ворона? Ворон по закону нечист. Так закон объявил, что ворон нечист. Как же пророк принимал пищу от нечистого ворона? Если закон называл ворона нечистым, то, конечно, становился нечистым и тот, кто принимал пищу от ворона. Однако этого не было. Нет, не могло быть. Или я принимал пищу от ворона, не считая ни одного из созданий Господа нечистым. Потом, по прошествии некоторого времени, когда поток, наконец, высох, Бог посылает пророка для снискания пищи. Иди в Сарепту Сидонскую и оставайся там. Я повелел там женщине, вдове, кормить тебя. Стих 9. 3 Сарс 17. Это сделал Бог с особенным намерением. Так как Илья не знал того, что совершалось, он сидел в одном месте и не видел всеобщего бедствия. Как все высохло, и озера, и источники, и реки, и растения, и дерева, молодые и старые, плодоносные и бесплодные, находящиеся при источниках и при озерных водах, как погибали птицы и все прочие животные, умирали дети, рыдали матери, не видел этого всеобщего бедствия. То Бог воздвигает его и повелевает ему пройти огромное пространство земли, откуда до Сидона, чтобы Илья, увидев происходившее, обратился к владыке с молитвой о даровании дождя. Таким образом, Бог посылает его в длинный путь, не потому, чтобы он не мог питать его там, но желая показать Илье бедствия, чтобы он молился о дожде. Конечно, Бог мог сделать это и без него, но он не хотел оскорбить своего раба, явив его виновником зол, а себя самого виновником благ, и ожидал молитвы раба. Однако тот не смягчился этим, но впал в какое-то безумие и совершил путь, облеченный жестокостью и ни на кого не обращая внимания, потому что он был, как я сказал, переполнен ревностью. За грехи людей, жителей, ты призвал засуху, заключил небо, надел узду на землю, остановил течение природы и не хочешь помолиться о прекращении этого. Спустя немного времени сам ты будешь облечен во грехе и получишь помилование от твоего владыки, чтобы тебе сделаться более человеколюбивым к подобным тебе рабам. 779. Я стал сегодня говорить об этом для того, чтобы показать, что священником поставлен не ангел, но человек, рожденный от человека, дабы от безгрешного не были истребляемы грешники. Если бы священником был безгрешный ангел, то он немедленно наказывал бы согрешающих, потому и поставлен человек, дабы он был снисходителен подобострастному. От собственных страстей получая напоминание о соучастниках своей природы. Потом мы изложили, что Бог попускал и великим мужам, которым верил множество народа, впадать в грех и даровал им прощение, чтобы они, после того вразумившись этим, сами были более человеколюбивыми. Привел я в примеры Петра Апостола, которым было попущено в пасти в грех, но который покаянием изгладил этот грех по человеколюбию Божию. Теперь мы возвратимся к Илье и покажем бездну его великих дел, и то, как Бог желал оказать человеколюбие, а Илья не оказывал человеколюбие. Бог хотел послать дождь, но ожидал молитвы от раба. Что же? Илья прошел весь путь, пришел в Сарепту Сидонскую и увидел одну вдовицу, собиравшую дрова. Впрочем, заметь любомудрее и веру Ильи. Опять открылась другая бездна его добродетелей. Не сказал он Богу, «Кому ты посылаешь меня? Зачем заставляешь меня переносить такие опасности, посылаешь меня ко вдовице на крайний голод? Разве нет других людей более богатых, которые в состоянии облегчить мою бедность? А я предпринимаю свой далекий путь, чтобы встретить вдовицу в самом средоточии бедствий, и не только вдовицу, но и бедную». Обрати внимание, как ничего такого не сказал слуга Божий, потому что надеялся на своего владыку, который из невозможного делает возможное. «Иди», — сказал он Сарепту Сидонскую, «я повелел там женщине вдове кормить тебя, стал он, пошел Сарепту, и когда пришел к воротам города, вот там женщина-вдова собирает дрова. Для чего же ты идешь дальше, Илья? Для чего прибегаешь к вдовице? Ты видишь преддверие бедности? Не спрашивай о степени нищеты. Ты видишь вход в обиталище бедности? Не спрашивай о том, что есть внутри. Куда входишь ты, Илья? Ты видишь собирающие дрова и просишь у ней пропитание. Однако он, имея залогом слово владыки, пошел и вступил в беседу с вдовицею. Что же говорит он? «Дай мне немного воды в сосуде, напися». Видишь ли мудрость? Илья, как он не вдруг начал с большего, но наперед с того, что менее дорого стоило. Не сказал он «дай мне хлеба», но «дай мне немного воды». Прежде он просит воды, полагая, что если она имеет воду, то может иметь и хлеб. «Принеси мне», говорит, «немного воды». Родависа пошла и принесла ему, и он напился. И таким образом, получив надежду, он говорит. Закричал ей вслед и сказал «возьми для меня и кусок хлеба в руки свои». Она сказала «жив Господь, Бог твой, у меня нет ничего печеного, а только есть горсть муки в катке и немного масла в кушине. И вот я наберу полено, два дров, и пойду и приготовлю это для себя и для сына моего. Съедим это и умрем». И сказал Илья, «не бойся, пойди, сделай, что ты сказала, но прежде из этого сделай небольшой опреснок для меня и принеси мне, а для себя и для сына твоего сделаешь после». Что делаешь ты, Илья? Пусть будет так. Ты хочешь хлеба. Почему же требуешь себе особо и прежде? Не должен ли ты благодарить, если будешь есть вместе с детьми? Ты хочешь один быть сытым, а детей уморить голодом? «Я хочу, — говорит он, — не уморить, а благодетельствовать. Я знаю щедрость моего владыки». Вдовица же не смутилась, не подумала ничего непристойного и не сказала, «Ты произвел этот голод, и остатками от голода хочешь напитаться у меня». Не сказала, «Ты прошел столько стран и пришел ко мне уморить голодом моих детей, будучи сам виновником голода». Но эта жена, достойная Авраама, пошла и сделала по слову пророка, и можно было видеть, как вдовица оказалась гораздо гостеприимнее самого Авраама. Тот, будучи богатым, угостил ангелов, а это, ожидая смерти, от голода угостило пророка. Можно было видеть, как была презрена природа и почтена гостеприимство. Можно было видеть, как отвергнута была утроба и принят пророк. Весь сон детей она положила во гроб, потому что, сколько зависело от произволения вдовицы, они уже мертвы, но по человеколюбии божьей продолжает жить и укреплять со силос. Я не знаю, как мне восхвалить эту вдовицу, как она презрела детей и оказала гостеприимство, как не цепенело самоестество ее, как не извратилась утроба, как не расторглись внутренности при виде целого сонма детей, имевших погибнуть от голода. Но она была выше всего этого и оказала гостеприимство пророку. Когда же пророк, получив хлеб и вкусил, то потом воздал награду. Вдовица посеяла гостеприимство и тотчас пожала колос этого гостеприимства. Что говорит ей Илья? Ибо так говорит Господь Бог Израилев. Мука в катке не истощится и масло в кувшине не убудет до того дня, когда Господь даст дождь на землю. И сделалась правая рука вдовицы точилом. А левая гумном и снопами в нужде, приносившими плод и, по слову пророка, питавшими вдовицу. Дом вдовицы стал точилом и гумном. Ни роса, ни дождь, ни весна, ни осень, ни лето, ни зной, ни сила ветров, ни перемена времен, а только одно слово, сказанное пророком, и притом произнесенное по его собственному решению, доставляет изобилие вдовицы. Потом отсюда, скажу кратко, пророк пошел к царю Ахаву. Я говорю теперь о великих делах его для того, чтобы ты увидел его согрешившим, познав благодать Божию, исполненную человеколюбие. Итак, что же говорит ему Ахав? Третья царь, 18 глава, 17-18 стихи. Когда Ахав увидел Илью, то сказал Ахав ему, «Ты ли это смущающий Израиля?» И сказал Илья, «Не я смущаю Израиля, а ты и дом отца твоего, тем, что вы презрели повеление Господней и идете вслед Ваалам». Видишь ли дерзновение пророка, как он обличил царя, затем, когда он сидел на горе и пришел к нему пятидесятник, и сказал, «Человек Божий, царь зовет тебя, сойди!» Порок отвечал ему, «Если я человек Божий, то да сойдет огонь с неба и пожрет тебя и пятидесятников твоих». Потом в другой раз другой пятидесятник сказал, «Человек Божий, сойди, царь имеет нужду в тебе». И что же ему или я? «Если я человек Божий, то да сойдет огонь с неба и уничтожит тебя и пятидесяток твой». После того еще, когда он пришел на условленную молитву, то призвал нечестивых жрецов ваала и сказал им, встанем молиться, и присовокупил, устройте особый жертвенник, изберите два вала и возложите на дрова одного, и огня не подкладывайте, то же сделаю и я. И пусть дадут нам двух тельцов, и пусть они выберут себе одного тельца и рассекут его, и положат на дрова, но огня пусть не подкладывают, а я приготовлю другого тельца и положу на дрова, а огня не подложу. И призовите вы имя Бога вашего, а я призову имя Господа Бога моего. Тот Бог, который даст ответ посредством огня, есть Бог. И отвечал весь народ и сказал, хорошо, пусть будет так. Тогда нечестивые жрецы устроили жертвенник и начали вздавать ваала, говоря, послушай нас, вааля, послушай нас. Долго продолжалась их молитва, но никто не внимал Иву, ибо не было ни голоса, ни ответа. Между тем Илья долго терпеливо ожидал, пока они молились. Когда же он увидел, что, несмотря на великое их старание, никто не слышал их, то посмевается над ними, говоря, кричите громким голосом, ибо он Бог, может быть, он задумался или занят чем-либо или в дороге, а может быть, и спит, так он проснется. Наконец, когда уже был полдень и уходило время, он говорит им, «Отай, подойдите ко мне!» И подошел весь народ к нему, он восстановил разрушенный жертвенник Господень. И сказал, принесите воды вокруг жертвенника, и принесли. «Еще раз, только же, еще раз!» Стих 34. Но обрати внимание, почему Илья делает и это, потому что обман обыкновенно присвояет себе свойственной истине, как, например, поступают распутные женщины, предупреждая и называя блудницами честных женщин, чтобы те не имели чем, наоборот, укорить их. 781. Впрочем, Илья и при этом случай поступает мудро. Почему? Но я хочу сказать то, чему сам я был очевидцем. В жертвенниках Идарских бывают отверстия в нижней части жертвенника, а под ним устрояется незаметная яма, в этой яме скрываются совершители обмана, и через те отверстия снизу, вверх, извергает огонь на жертву. Так что многие обманывают и считают этот огонь небесным. Поэтому Илья, дабы не подозревали его в совершении чего-нибудь подобного, налил воду для того, чтобы вода обнаружила, и если есть отверстие, там, где вода находит отверстие, там она непременно не останавливается, а уходит. Итак, он наполнил водой жертвенник и стал молиться, говоря, «Услышь меня, Господи, огнем ныне! Ты послушал меня водою! Услышь меня огнем!» И вот когда он призывал его, огонь внезапно не сшел с неба и сжег жертву камни, и уничтожил огонь. Что же говорит он народу? «Хватите пророков Валовых, чтобы ни один из них не скрылся!» И умертвели их числом 459-го Аллы, 400-го Дубравных. «Услышал о случившемся Иезавель, жена Ахава, и послала сказать Илье». 19 глава, 2 стих. «Если ты Илья, а я Иезавель, то пусть то и то сделают мне, боги еще больше сделают. Если я завтра к этому времени не сделаю с твоей душой того, что сделано с душой каждого из них». Илья, услышав это, обратился в бегство. «Где же Илья, столь высокий и великий? Моя цель – показать, что и он впал в грех. Говорю, в грех, не осуждая праведника, но желая показать спасительный урок, чтобы ты, когда увидишь праведников согрешившими, и однако не отчаивающимися себе, но сподобляющимися человеколюбия Божия, то если и сам согрешишь, сильнее надеялся на спасение. Когда Иезавель сказала, то и то пусть сделают мне боги, то Илья, услышав это, обратился в бегство и бежал сорок дней. «О, чрезмерное молодушие!» Услышал слово «женщина» и обратился в бегство, находясь в пути сорок дней. Ни один день, ни два и ни три. Но как только слово эта женщина достигла до пророка, он от молодушия не знал, что делать, обратившись в такое бегство. «Что с тобой, Илья?» Ты заключил небо и остановил дождь, явил власть над воздухом, призвал свыше огонь, заквал жрецов, говорил царю Ахаум, «Ты, развращающий Израиля и дом остатываю, ты сказал «Жив Господь, что не будет дождя, так и по слову моему». Ты сделал дом вдовицы гумном и снопами, повелевал стихиями, а услышав слова блудница, обратился в бегство, и одна женщина отвела тебя в плен. Две твердыни были поколеблены женщиной, Петр устрашился рабыни, а этот и Изавели, оба впали в одинаковые грехи. И бежал Илья сорок дней. «Где же та ревность твоя, Илья, когда ты говорил «Жив Господь, что не будет дождя, только по слову уст моих». «Когда ты обличал царя Ахава, когда призывал огонь. Только сделал ты и не перенес слов одной женщины. Где та твердость твоя, когда ты не хотел молить Господа твоего, чтобы он послал дождь на землю. Он ясными знаками говорил тебе «Помолись мне, который хотя и без тебя могу дать дождь, но не хочу этого, дабы ты, как был виновник, зол». Так сделался и начинателем дарования благ. Подлинно ты, Илья, сделал дело, исполненное жестокости. Бог жалился над бедствием, потому что Он творец всего и создатель всех, равно как и промыслитель о всем. Он хотел смягчить твое бесчеловечие, но ты оставался при нем. Он говорил тебе «Я знаю происходящее бедствие. Слышу воплю матерей, вижу рыдание детей, вижу истребление земли, которую я создал, и хочу милосердиться. Но не желая оскорбить тебя и без твоего решения послать дождь, чтобы ты, бывший виновником зол, не остался чуждым благ. Я оказываю тебе честь. О, человеколюбие, владыки, побеждаемые благоволением к рабу». Впрочем, он много думал о себе, как безгрешный, а теперь сам оказался впавшим в грех, так как Бог попустил это с намерением, чтобы он, получив сам снисхождение, не был жестоким к другим. И бежал Илья, говорится в Писании, сорок дней. Где те слова, которые говорил он к пятидесятникам, и которыми не сводил огонь и зажигал их? Так Бог хотел показать, что и в то время, когда Илья совершал чудеса, не он сам собой действовал, но сила Божия. И потому смотри, что происходит. Когда действовал Бог, тогда падали и цари, и начальники, и народ. А когда Бог отступил, то и женщина показалась страшной. Бог отступил, и природа человеческая была посрамлена. Между тем, после сорокадневного бегства, Илья пришел и спал в одном месте. К нему приходит Бог, попечительный и человеколюбивый, владыка к рабу. И что говорит ему? Хотя он знал, для чего тот пришел сюда, однако спрашиваясь. Для чего ты здесь, Илья? Намекая на его бегство, и как бы так говорят, и убежал. Где прежнее дерзновение твое? Научитесь же не надеяться на самого себя. Для чего ты здесь, Илья? Зачем ты здесь? Илья отвечает. Но одно имея в уме, а другое выражая словами. Что же, Илья? Он сказал. «Возревновал я, Господи, Боги Саваофи, ибо сыны Израилева оставили завет твой, разрушили твои жертвенники, и пророков твоих убили мечом. Остался я один, но и моей души ищет, чтобы отнять ее». А что ему Бог? Он тотчас обличает его. «Не поэтому убежал ты, Илья, — говорит он, — так как ни ты один не поклонился Ваалу. И затем обличая его, продолжает. «Оставались у меня». Стих 18. Еще семь тысяч мужей всех с их колено не преклонялись к предвалам, и всех с их уста не лобызали его. И так Бог обличил его, что он не потому убежал, но боявшись женщины. Одна женщина сделала изгнанником и беглецом столь высокого и великого мужа, добытый научился. «Илья, — когда совершаешь что-нибудь дивное, приписывать это не самому себе, но силе Божией. Видишь ли, как была посрамлена природа, когда отступила благодать. Илья бежал сорок дней. О, сила страха! О, чрезмерность малодушия! Бежал он не один день, не два, не три, но сорок дней. И удалился в самые пустынные места, не имея пищи, не запасшись стесными припасами, так как, переполнившись страхом, он не думал об этом. Но стремился в места необитаемые. Слово «женщина» дошло до пророка, и, подобно тому, как ветер сильно ударял в парус, стремительно несет судно, так и это слово «женщины», достигнув до пророка, с великой стремительностью перенесло его в пустыню. «Где же ли я, прежнее твое дерзновение? Где устрашающий устах? Где язык, управлявший дождями? Где тот, который повелевал обеими стихиями, то заключал небо, то призывал огонь на жертву?» Но, как я выше сказал, все это делал он по действию благодати. «Поэтому он и обличается от Бога. Видишь ли, как попущено было ему впасть в малый грех, чтобы облечься целую одежду человеколюбия?» Итак, Илья, наконец, ты вразумлен. «Будь же, человеколюбив, как владыка твой, после того, как ты вразумлен и научен твоим владыкою. Видишь ли, как Бог попустил впасть в малый грех с толпом, оплотом и твердынем? Это для того, чтобы они в случае собственной безгрешности не отлучали всех от церкви, чтобы они, когда увидят какого-нибудь грешника и захотят оказать по отношению к нему немилосердие, помнили о собственной греховности и оказали ему такое же человеколюбие, какого сами удостоились от владыки. Это сказали мы не для осуждения праведников, но желая подготовить вам путь ко спасению, дабы вы, когда согрешите, не отчаивались в своем спасении, припоминая праведников согрешавших, но при помощи покаяния, не испытавших умоления своей чести. Мы сказали наперед обиды, добродетелях, а потом упомянули о грехах. Так и ты, если грешен, не оставляй церкви. Если праведен, так же не оставляй ее, чтобы, имея всегда в памяти свои ведения Писаний, ты оставался праведным, помни о Царстве Небесном и тех благах, которые уготовил Бог любящим его. Ему подобает слава, Сынам и Святым Духом ныне и присны, и во веки веков. Аминь.